В Волгограде прошел межрегиональный хоровой собор, посвященный 80-летию Сталинградской битвы. Основные торжества состоялись в Александро-Невском соборе. Хоры из Воронежа, Тольятти, Астрахани приняли участие в архиерейской божественной литургии. Богослужение восклавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении духовенства епархии. Богослужение восклавил митрополит Волгоградской битвы. По окончании литургии состоялся концерт для волгоградцев и гостей города, в котором к поющим на богослужении хорам присоединились участники из Донецкой и Луганской народных республик, а также волгоградские хоровые коллективы. Собор у вас прекрасный, он очень красивый. Мы уже успели сделать много фотографий, уже успели насладиться и акустикой, и хорами, которые с нами поют. Мы не часто поем на архиерейских богослужениях, и какие-то особенности тоже для нас это все новое. Под сводами Кафедрального собора прозвучали богослужебные песнопения, наполненные молитвой и искренней детской верой. Кафедрального собора прозвучали богослужебные песнопения, наполненные молитвы. Кафедрального собора прозвучали богослужебные песнопения, наполненные молитвы. ПЕСНЯ 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 Сегодня хоровой собор в очном формате объединил более 250 человек. После концерта митрополит Феодор обратился к участникам фестиваля с архипастерским словом. ПЕСНЯ Детский хор – это совершенно уникальный хор. И, наверное, если бы нас спросили, что ближе к английскому пению на земле, безусловно, мы бы сказали – это нечленный хор. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И именно эта молитва, эти звуки благоугодны Господу. Митрополит Феодор выручил представителям администрации области архиерейские награды, руководителям организации партнеров благодарственные письма. Участников хорового собора архиерей отметил дипломами и ценными подарками. ПЕСНЯ И сериалльное многое лето стало для меня таким вздохом облегчение, что все 3 дня нашего хорового собора прошли просто без сучка и без запинки. И этот заключительный аккорд в вашем великолепном соборе Александра Невского стал для нас таким провозвестником и надеждой на то, что мы здесь еще не раз встретимся. Продолжение следует...